Извини, ты не чаев? Да, не чай, но... Ты не чаев сказал? Так, а не чаев. Брат, ты сказал, извини, я не чаев. Опа! Здорово, бедолаги. Или как там принято говорить? Я бедолага. Вы лучшие, что создал Господь Бог. Всем добрый вечер. Жень, я тута, и я тута. Мы все тута. Что здесь у меня? Привет, Женечка, как дела у тебя? А если я скажу, что не очень? Ну, вот давайте серьезно с вами разговаривать. Привет, Женечка, как дела у тебя? Я говорю, не очень. У меня есть трудности. Есть некие проблемы и некие барьеры, которые могу перейти. Не могу перейти. Что ты на это отвечаешь? Сто процентов. Хочешь, угадаю? Смотри. Ты скажешь. Ну, блядь, блядь. Ты промолчишь. Поэтому на будущее не спрашивайте то, в чем вы не сможете помочь. Привет. Привет огромное. Поэтому ваши как дела оставьте при себе. Поняли о чем я? Вот и все. Ты выпивший. Тебе разница какая? Выпивший и наевшийся. Тебе какая разница? Ты к чему этот вопрос задаешь? Дальше что? Вот дальше что? Ты получишь ответ? Нет. Дальше что? Получишь ответ? Да. Дальше что? Тамарочка, давай еще, блядь. Давай. Еще одна, блядь, долбанутая, блядь, баба напишет о том, что я выпивши. А знаете что? Я вас буду блокировать. Заблокировано. До свидания. И ты в пизду полетела, Катенька. Заблокировано. Как просто, блядь. Просто от вас избавляться. Я напоминаю, что сегодня 2 мая. Я напоминаю вам, что я отдал вчера ребенка. Я напоминаю. Блядь, пошла нахуй. Тут даже заблокировано, блядь. Заблокировано. Тут даже. Вот. Я имею право жить так, как я считаю нужным. Вы лучше следите за своими родителями. За своими родителями следите. За собой. За своим мужем, бедолагой. Вот за ними следите. Я все пропустил. Куда все? Летят и за что? Лиз, привет. Пишут о том, что я выпивший. Я их блокирую. Привет, наш дорогой. Привет, привет. Привет огромный. Женька, ты в любом состоянии огонь. Я сейчас заблокирую тебя. Знаешь почему? Подумай. Укладка прям идет тебе, старишка. У меня нет никакой укладки. Я что, пидор или петух, что ли, какой-то укладывать что-то. Я мою волосы, они как высыхают, так они и высыхают. Я не занимаюсь укладками и всем тем. Богословская, если ты будешь продолжать писать большими буквами, ты, честно говоря, начинаешь меня раздражать. Какой дерзкий и красивый. Люблю тебя. Главное, что никто не пьет и сексом не занимается. Это понятно, Лиз. У нас страна такая. У нас не ебаные и не пьющие в нашей стране. Понимаешь? Богословская, еще раз напиши-ка с клоком, ну, большими буквами. Я заблокирую тебя. Поняла меня? Я и так на протяжении огромного времени терплю твои тупые вопросы. И делаю вид, что они... Я помню, ты говорил, что любишь сухой... Все святые уже не в эфире. Это понятно у нас? Через одного могут детей крестить. Кстати, скидывайте адрес. А вот и батюшка подошел. Мои друзья ко мне приехали в Сочи. Ну, Лазаревский, это район Сочи. В Сочи приехали. Привет, Жень, ты как? Привет, Жень, привет. Денис, а может, как-то, ну, повременишься с жратвой? Это шоколад, блядь. И что? Ты знаешь, сколько там калорий? Прочитай на задней стороне. 76 грамм. Сколько? 76 грамм. А калорий сколько? Дай бубашку. Калорий-то мне написано сколько? Она бескалорийная. Да? Да. Ты мне дай другую, а не вот эту, блядь, турецкую, хер, пойми, как написано. Здорово, здорово, здорово. Дон, здорово, Дон. Тебе пишет Лизка моя. Лизка моя пишет. Я тебе сейчас Лизку покажу на фотографии. Моя подруга. Симпатичная. Симпатичная? Да. Брат, симпатичные коты, которые дорогу перебегают. Вот они симпатичные. А Лиза, она... Она ангелоподобная. Она самая прекрасная. Нужно спросить, что ли? Калорий сколько, блин? Она бескалорийная. Бля, бескалорийная шоколадка? Да. Без сахара. Это всего лишь 120к всего съела. Ты 120 калорий съела? И 120 какашек. Женька, обожаю. Как день прошел-то? Утром исчез. А, утром исчез, потому что позвонил телефон. Кто говорит слон? Я не звонил. Ну и ты звонил. Грек звонил. Так, подожди, калории. А вот посмотри калории. Ты что, блин? Я понял. Что с тобой? Ору, Лиза, еще худеет скоро. Лиз. 182 калории. Не оправдай, ты самая лучшая. 182 калории. 182 калории. Лиз, ты сколько съела сегодня? 120. Ты в одной шоколадке съел на 50% больше нормы за сутки. Пошла эта норма нахуй. Все четко. Все четко, не поспоришь. Люблю тебя. Как же я хочу пончик и дареную картофель. Сука, дареную. Лиза, кстати, единственная, кто приезжала в Макдональдс, ей дарили, блядь, деревенскую картошку. Они ее специально для Лизы придумали и назвали ее дареной картошкой. Лиз прижеками в Сочи? Лиз прижеками в Сочи? Лиз. Лиз прижеками. Ты же можешь. Лизка хорошая девка. Наваляю ей тут же, блядь, с самолета, только не успеет выйти. Нет, не хочу я с тобой здороваться. Аня, ты не ответила мне. Я же скинул тебе свой номер телефона. Зачем ты машешь мне рукой? Нижнее подчеркивание. РНД. Аня. Ты написала, мы в Лазаревской. Я тебе прислал свой номер телефона. Напишите мне. Давайте завтра увидимся. Пожарим мясо. Проведем хорошее время. С кем? Ты с мужем приехала? Вообще без проблем. Я его не трону. Посидим у меня в гостинице. Покушаем мясо. Если ты обещаешь, что мы будем дружить, то я приеду с псинкой своей. Нет, Лиз. Мы дружить не будем. Лиз. Ты прекрасная женщина. Которую невозможно обожать. Ее можно... Фу, сопли не глотай. Я заблокировал тебя и все. И тебе не будет больше фу в своей жизни. Блядь, взял, перебил меня. Лизке в башке комплиментарное, блядь, сообщение придумал. Лизке, кажется, ты классная. Все, херней не занимаешься. Я с тобой дружить не буду. Я с тобой дружу только потому, что ты симпатичная. Если бы ты была чебурашкой, то бы с тобой не дружил. Ты же понимаешь. Что такое? Зависся опять эфир? Зависло все? Псинка, это не мой муж. Я знаю, кто такая псинка. Ну, а ты переводишь девочкам? Лиз. Лиз. А как я выгляжу? Лиз, смотрите. Сегодня утром траванулся. Смотрите, вот эти пятна красные. Но завтра их не будет. Знаете почему? Сука, потому что я... Блядь, купил финистил. Давно хотел спросить у вас, а было ли Женя в Туле? Что за блокируете за такие вопросы тупые? А? Не надо блокировать? А что за вопрос? Ну, нормально? Привет, хватит вылезть. Джо, в мой эфир лезете. Нет, я решаю, как вы блокируете. Это мой дом, блядь. Сами. Это от вискаря пятна пошли? Нет, на тусик. Это пошли пятна от того, что тебя рядом со мной нет. А ты плохой? Так всегда, всегда. Хреново выглядишь, дорогой. Да я знаю, Лизка, я знаю. А потому что тебя нет рядышком. На самом деле, Лиза шутит. Это все, ну, сарказм. Лиза считает меня самым красивым мужчиной на этой земле. Она мне всегда говорила о том, что глаза, брови, форма носа, губы, маленькие уши, шикарный рост волос. Длинный ресниц и огромный потенциал. Это вот, это все мое. Вы поехали, да? Новороссийск? Да. Давайте, ребят, спасибо. Завтра приедем. Да и, блядь, пожалуйста, блядь. Главное, чтобы в мой эфир не лезло. Дэн, тебя люблю. Спасибо. Блядь, что ты меня испортила? Да, самое главное, я пиццу. Оля, Денис, не уехали домой? Мы приехали снова, что ты крестишься? Что, не уехали, радуюсь. Так мы только приехали. Денис, вот эти метеориты, блядь. Краснодарная. Как дела, Женька? Сучка. Отсутствие шеи мне тоже нравится. Сучка, блядь. Не, шея хорошая. А? Вот у меня шея. Нет у него второго боку. Что ты говоришь? Какой шевать шея? Вот шея, блядь. Орлиная шея. Что, у меня Доминикан Жокер говорил? Хорошо, что никакой жерах возить. Самый-самый. Бабоньки, ну давайте будем честными. Вот правда. Давайте отбросим все стереотипы, желание обосрать меня, желание рассказать, что я старый, блядь, обрюши, блядь. Давайте будем честными. Ну посмотрите на меня еще раз. Ну просто повнимательнее. Я сейчас застыну. На 7 секунд. Почему 7? На 6. Раз, два, три, пять, шесть, семь. Я охуительный. Все? Нормально? А? Не считай больше, что реально. Нет. И кстати, что самое удивительное, в той моей вышесказанной фразе, нецензурной, не было намека на то, что я себя безумно люблю. Это был намек на мою установку внутри самого себя. Я стал к себе относиться с большой любовью и уважением. Это не потому, что я себя по-настоящему люблю или очень уважаю. Нет. Я просто себя настраиваю словесно так, энергетически. Таким образом и жизнь вокруг меняется. Кого я тебе могу? Да ты красавчик. Что спорят? Блядь, дайте все понять, что я все хватит. Оля! Оль! Давайте вы, блядь, в этот дом принесли... Блядь, я вам поселил постель. В этот дом принесли две шоколадки, блядь, и сожрали их, блядь. Я еще ничего не знаю. Ты здесь, таких друзей, захуй в музей. Вот здесь, ей-бога. Правда, тебе можно кушать. Я тебя люблю. Нет, ну реально. Ребят, вот она. Они, короче, приехали в, блядь, квартиру, я вам поселил постель. Сам, блядь, разложил себе какой-то конченый, блядь, кресло, блядь, трансформер, блядь. Они привезли в этот дом со словами вечером в хату два пикника, два пикника. Один сожрал Денис, второй сожрал Оля. Спасибо огромное, ребят. Накормили, блядь, напоили. Заебали, блядь. Люблю своих друзей. А Дэн знает, что я, блядь, голодный. Да ты скажи, что себя, блядь, тебя любишь, что дуру гнать, ты кажешь себя любить. Да, блядь, я заблокирован, нахуй. Ты мне неприятно. Пошла нахуй. Пошла нахуй. Нахуй пошла. Ты не изменился, какой был, когда учился в Академии. О, привет, Академия. Блобышка наша. Кадыров смеется. Не твоя, не ваша, блядь, а моя. Не моя. Да нахер вы, блядь, блядь, бюджетники, блядь, сюда лезете к нам, в коммерции. Я на коммерции училась. На коммерции училась. Жень, два раза на коммерции училась. Да, блядь, два раза на второй год осталась. Пиздец. Чурик-чурик, блядь. И хвастается, блядь. Оля два раза на коммерции училась. Она первый раз поступила, заплатила за полугода, потом забыла, что поступила, второй раз поступила и второй раз заплатила. У меня вот брат, блядь, пришел на бюджет, выучился и, блядь, не пользуется этой профессией. Не ругайся, не делай мне замечания, полетишь в блог. Ты? Ты полетишь в рай, брат. Тебя люблю. Запомните и зафиксируйте раз навсегда. Не делайте мне замечания в момент, когда я предрасположен к тому, чтобы с вами общаться. Я сегодня, ну, я весел, максимально весел. Я открыт. Да, я отметил праздник. Я имею на это право. Что, блядь, вы не пьете? Блядь, алкашня, вы не пьете? Поэтому не смейте мне делать замечания. Сколько бы вы ни были в моей жизни, в моем эфире, я распрощаюсь с вами в одну секунду. Знаете, в чем, блядь, самый прикол? Что я забуду о том, что вы были в моем эфире полтора года, блядь, через секунду. Жень, ты где? У знакомого есть девушка, сам зовет нас в гости с мужем, и сотни по мне пускают. Сопли? Сопли или сопли? У знакомого есть девушка, сам зовет нас в гости с мужем, блядь. Еще раз, блядь. У знакомого... Подожди. Оль, отстань, я не могу понять, что с тобой происходит? Я поняла. Что ты поняла? А смотри, что ты ржешь, блядь? Пусть она переведет. У знакомого есть девушка. Дальше. Он их приглашает в гости. Дальше. Девочку, которая тебе пишет с ее мужем, и строит ей глазки. Еще раз. Знакомый не свободный с девушкой, строит ей глазки. Знакомый строит глазки? Да, ей. А что ты ржала надо мной? Ты все перепутала, блядь. Как это? Я смею. Вот так вот, блядь, передо мной текст. Ну-ка еще раз. Не, зачем ну-ка еще раз? Ну ты же позволила себе отвергать мое вышесказанное, и предложив свое, исковерканное и неправильное. У знакомого есть девушка, сам зовет нас в гости. У знакомого есть девушка. Он с мужем зовет нас в гости. Ну? А ей нравится. И сопли, блядь, не пускает. И ей строит глазки. А я что, не так скажу? По кому? Он петух, говорит, блядь. Он хочет трахнуть, блядь, ее мужа. Оля, ты все мимо, блядь, все. Мужа или ее? Мужа хочет трахнуть. Значит, он гей. Нет, он не гей. Он просто в поиске. Он растерялся. Что ты правильно поняла? Господи. А мы, кстати, с Дэном удивились, что ты поняла быстрее, чем мы. Конечно. Да, брат? Да. Первый раз такой. Я же вышки два раза учила. Ну да, это мы же поняли уже, блядь. В две смены, блядь, деньги заплатила. Первую ходила и потом после двух ходила. Грамотный красавчик. Как хорошо, что это зануда. Оля, рядом с тобой. Тихо. Незаваемые женщины, блядь. Зануда? А птаха не зануда, блядь, группа центра. Хорошо, я зануда. Ну ты душная, Оль. Ну давай будем честными. Тебе, брат, можно, блядь. Ну давай будем честными. Ну давай будем честными. Тебе можно. Ну давай будем честными. Ты порой очень душная. Дэн. Да. Ну давай по-братски скажи за мою сестру. Тебе можно. Да, блядь, я уже услышал, блядь. Скажи мне, пожалуйста. Ну реально, вот скажи, сестра моя, иногда бывает душная. Конечно. Вот прям тяжелая. Да. 92 процента, блядь, душная. Кстати, если у вас в квартире холодно, блядь, приглашайте мою сестру в хату. Она тут же вам, блядь, сделает тепло. Оль. Да мы тебя любим. Грамотный красавчик. Как хорошо, что... Слышишь, еще раз про Сашу кто-то напишет гадость. Я буду вас блокировать херам собачьим. Объясню почему. Потому что вы оскорбляете не Сашу. Вы оскорбляете маму моей дочери. Вы оскорбляете человека, который, блядь, в муках, в боли, блядь, адской и дикой, ни один из вас, блядь, не был и не присутствовал при родах, блядь. Вы не представляете, что эта девочка, блядь, в свои 22 года пережила. Поэтому закройте свои поганые, вонючие рты и не смейте ничего говорить, блядь, о матери моей дочери. 22, блядь, 22, блядь, 24, блядь, 24, блядь. Если у вас, блядь, при пешей прогулке вываливается ваше чадо, блядь, из вагины, то эта мелкая девочка, блядь, в 23 года, 24, пережила такие адские боли. Я с ней лежал, блядь, в комнате, где она лежала, два дня. Держал ее за руку, она не спала два дня. От диких болей. Поэтому закройте свои, блядь, пошла на алкаш, что ли? Алкаш, блядь, твои родители, которые тебя зачали, блядь, под бутылку водки, блядь, вразота. Поэтому не смейте вообще писать про Сашу ничего плохого. Сидите, блядь, пидораски, блядь, кроме как хуй в рот засунуть, ничего в жизни не видели, блядь. Вы родите ребенка сначала, блядь, поднимите его на ноги. И в 23 года, блядь, купите в Москве три квартиры, блядь, убежав, блядь, два года назад от войны, блядь. Сидите, блядь, мандовожки, блядь, про мать моей дочери что-то говорите, блядь, мразоты, блядь. Какая песня? Песня хорошая. Слышала, на баяне играли? А Рита не переживала, а с кейбали, блядь. Заблокирована, блядь. Не про Риту разговор идет, блядь. Мне вообще покер что-то, Рита переживала. Сидите, блядь, вещайте, блядь, мандовожки, блядь, ебаные. Хоя в жизни не добившийся. Я два дня, 48 часов, вот так держал ее за руку. Этот ребенок, 24-летний, блядь, на глазах плакал, блядь, от боли просто. Не смейте, поняли меня? Давайте просто мы будем с вами дружить, окей? Я ваш друг, вы мои друзья. Вот тебе пример с нее брать. Саша, умничка, молодец. И мелкая, вот и тебе пример с нее брать. Да? Заблокирована, нахуй. К зеркалу подойди, себя, блядь, возьми пример. Нет, у нее что? Рита изменяла. Да это, блядь, никто не помнит, ребят. У них, блядь, Рита, это богиня красоты. Это никто не помнит вообще. И, кстати, еще, кстати, хочу заметить. Риту тоже не позволю трогать. Понятно? Рита мама моего сына. Рита изменяла. Вы когда пишете о том, что Рита изменяла? Скажите, пожалуйста. Она изменяла, блядь, на спине, на вашей? Или в вашей комнате, квартире, на вашей кровати? Откуда вы знаете это? Да? Это первое. Второе. Это никого не касается. Звук где? В пизде. Ольга, привет.